Здравствуйте, меня зовут Юлия Назар, и я куратор проекта «Внутренний озер», который появился благодаря взаимодействию всех художников, участников этого проекта. При помощи совместной медитации мы настроились на единое поле творения. Это когда наши внутренние миры оказались так близко друг к другу, что сплелись в единый узор. Сначала в ментальном пространстве, а затем мы перенесли его и в материальный мир. И я как куратор проекта провела медитацию. Я имею достаточно большой опыт в практиках подобных, и для меня это не вновь. И мы провели медитацию, цель которой была восстановка внутреннего диалога. Это когда наступает внутри тишина и приходит творческое озарение. Оно может прийти в виде образа или какой-то мысли. После медитации мы поделились друг с другом своими инсайтами и создали работы, каждый в своем медиуме. Кто-то в живописи, в скульптуре. И на основании этих работ, созданных нами, мы создали единый узор этого нашего художественного взаимодействия, который мы соткали на ковре. И в древнерусском языке узор означал не только узреть, увидеть, но и постигнуть суть. И в то, что орнамент на ковре действительно обладает силой, начинаешь верить, рассматривая его. И этот орнамент, он получился в результате взаимодействия всех участников проекта. А во взаимодействии, если, например, в трио человек может постигнуть такую глубину, какую он не узнает в парном взаимодействии. И это в геометрической прогрессии работает. Каждый из нас находился как бы в третьей, четвертой и так далее степени. И в экспозиции представлен сам ковер, и представлены работы всех участников проекта. Вопрос от Лианы. Ира, у тебя было какое-то представление о своей работе в этом проекте до медитации? И если да, изменилось ли оно? Ты постоянно думаешь о том, что тебя мучает. Тебя что-то постоянно окружает. Кто-то парит, мучает и выдает. Но ты не даешь этому хода. Благодаря медитации это обретает силы. Силы оформиться, вырваться, отставить свои, твои пределы и отправиться в свой путь. Ты испытываешь пограничное состояние между живописью и объектом. И перестав контролировать свой мозг, оброняешь это. Откатим. Наш герой... У меня вопрос. Наш герой морковь. Это так или только шутка? У меня ответ. Жирная самодовольная вата из песни «Она может двигать тобой. Собой. Она может. В ней скрыто. Или видение крыс, которых все тошнит и тошнит». В некотором смысле это символ свободы и способ изжить рабством. Изжить рабством. У меня вопрос. Коевизарите. Вопросы. Сколько далеко ушла ты в медитации? Что видела? Какого роли? Взяла? С чем вернулась? Каким оно стало? Донесла? Сохранилась? Вплела ли ты это? Как? На любой вопрос из... На который есть ответ. Ира задала достаточно много вопросов. Я постараюсь ответить на некоторые из них. Начну, наверное, с того, что погрузиться мне было достаточно легко в общую практику. Так как медитативные практики я использую, можно сказать, на ежедневной основе, в профессиональной и личной сферах. Что я увидела? Первично я увидела свет, а далее пространство восприятия стало заполняться синим. Было много-много синего. И далее стали прорисовываться узнаваемые черты цветка. Цветы стали размножаться и видеться как вьюн снизу вверх. И чем больше они поднимались, тем больше они начинали распадаться сначала на крупные фрагменты, и далее все на более мелкие и мелкие составные части. Так можно сказать. И у меня возник вопрос первично, что это процесс распада. И сразу же пришел ответ, что нет, это наоборот процесс создания. и что я вижу этот процесс в перевернутом виде. Я стала погружаться в максимально мелкие частички, которые были доступны для восприятия, чтобы ощутить, что это и о чем это. Пришло понимание, что это первичная энергия, первоматерия, из которой создаются все живые элементы путем уникальных индивидуальных кодировок. И мне показаны процессы на примере образа цветка. И тут же можно сказать, что в моменте практики, хоть она была и непродолжительная, но достаточно объемная по инсайтам, скажем так, и результативная в этом плане. Тут же в процессе практики пришло понимание, какой это будет медиум для художественного воплощения идеи, потому что изначально мы заходили с запросом именно на художественное произведение, создание художественного произведения. Мне пришло понимание, что это будет мой основной медиум, живопись, и обязательно будет использовано пандематорное письмо, которое я также практикую в своей художественной деятельности. И с помощью пандематорного письма я как раз-таки смогу передать кодировки. Пожалуй, все. Время уже перелимит. Далее эстафету я передаю Виктории Придебайло. И Вика, было бы очень интересно услышать, узнать, какое основное чувство заложено при создании твоего объекта. Благодарю Лизу за вопросы. Хотела бы вкратце рассказать о своей картине-ассамбляже. Центральным элементом является 108 бусин медитации. Это как связующее звено между поколениями. Также вышивка. Я использовала бабушкины нити для этой вышивки. И здесь вот ее иголочка. И также керамический элемент. Это крышечка от чайника, которая мне досталась в память. Еще интересным моментом является использование сухоцветов. Это передает состояние хрупкости. И если не подпитывать знаниями и не сохранять памяти своих предков, то наши воспоминания становятся такими же хрупкими, как эти цветы. Пока еще картина не закончена. Здесь у меня рабочий стол. Могу вам показать. И в качестве вдохновения у меня также есть работа моей бабушки. Вот это ее вышивка. И до меня дошли, сохранились ее нитки. И вот из такого хаоса мне было очень интересно прорабатывать моменты и создавать что-то конкретное. Также в медитации я видела очень много белого света. И для того, чтобы передать эффект дымки, в картине использовала акварельные краски. Передаю эстафету Ксюше. Хотела бы узнать, какие образы она видела в медитации и применяла ли она фильтры для придания образов более понятным. Вика, спасибо большое за вопрос. У меня во время медитации была блаженная пустота с какими-то водорослями, которые колыхались. а спустя пара часов вывела на мысль о затонувших сокровищах. И поэтому решила предложить выставить в качестве части нашего общего проекта ковра такую бионическую керамику. Классно звучит. И мне бы хотелось спросить у моей коллеги по арт-группе Буссы Лианы Фроловой о том, есть ли у нее опыт медитации, использовала ли она его в творческих целях. И Лиан, как ты расцениваешь результаты этой медитации, которая у нас сейчас случилась для проекта ковер, и помогла ли она тебе при создании своей части проекта. Спасибо. Привет. Меня зовут Лиана Фролова. Я получила вопрос от Ксении Кудасовой. Да, у меня был опыт медитации. Я занималась йогой год-полтора где-то, и в конце каждого занятия мы оставляли время, чтобы помедитировать. Потом я стала использовать медитацию, чтобы настроиться на новый день. Каждое утро я вставала чуть пораньше и проводила такие сеансы. А как творческий инструмент я никогда это не использовала. Это было первый раз для меня. Что касается единения, мне кажется, в момент медитации каждый был погружен во что-то свое, а вот когда потом стали обсуждать, что произошло с каждым из участников, вот тогда единение и произошло. Каждый получил возможность прикоснуться к чему-то внутреннему другого и из этого уже сложился внутренний узор ковра. Моя работа в данном проекте основана на моих детских впечатлениях. В детстве у меня жил хомяк и он прогрыз дыру в ковре, который висел над моим кроватью и каждый вечер ложась спать мне казалось, что это вход в какие-то иные миры и каждый раз это было что-то новое. Вот саму работу я могу показать на экране компьютера, она находится сейчас в галерее, поэтому только в таком виде. Свой вопрос я адресую Ирине Феда. Ира, до начала медитации у тебя было какое-то свое представление о работе для данного проекта. И если да, изменилось ли оно после медитации? Ты испытываешь пограничное состояние между живописью и объектом? Я хотела бы представить работу художника Павла Глазатова «Диномир». Основной задачей работы является погружение во внутреннего ребенка, во внутренний мир художника, где он обнаруживает чувство наивного, детского, непосредственного. И работа Павла представляет собой одно из зарисовок обитателей этого единого мира в естественной среде. Вязание успокаивает. Когда я вяжу, я успокаиваю и себя, и то, что я обвязываю. Натяжение и свобода, петля за петлей. Воздушная петля само название про легкость, но в конце работы она затягивается намертво, так что это иллюзия свободы. Я обвязываю безымянный объект, биоморфный, бесформенный. Выглядит как камень, привязанный к утопленнику. Он вырывается из моих сетей. Мой объект про границу между приятным и неприятным, между заботой и свободой. Павел, спасибо за вопрос. И сразу скажу, что никакой религии этот образ отношения не имеет. Скорее всего, он возник как продолжение работы, которая шла параллельно у меня, и она связана с архивами и с моей личной историей, которую я использовала лица моих родственниц. И он возник у меня почти сразу же в первые минуты медитации и возник как окантовка всего ковра. Почему? Возможно, скорее всего, что взгляд является медиатором, который способен как нести, передавать, так и запирать информацию, и получается вся история, которая находится на ковре, она закрыта вот этим ритмом этого взгляда. Еще также взгляд, он способен видеть глубину вещей, и поэтому возможно, как я думаю, он обращен именно внутрь, на то, что происходит внутри ковра. И вопрос с Катей Уз. Твоя поднебесное дело, из какого века она вообще, и какова ее миссия в небесном мире? Только она является ткачихой, или есть еще много таких? Спасибо. На работе изображена небесная ткачиха, Джинни, которая живет во дворце повелителя и владычицы Ван Мэй. Случилась любовь, и ткачиха, и Валапас, простой смертный парень, полюбили друг друга. Ткачиха перестала выполнять свою работу и очень рассердила повелителя, а ведь она была лучшей из семи сестер, и выполняла свою работу лучше всех, самой красивой. Она рассердила повелителя и владычицу во мне. Все стали преследовать влюбленных и разлучили их. Валапас решил спасти любимую и отправил с ним в леса. Ну, небесная река млечный путь претродили на дороге. Валапас вместе с двумя детьми, сыном и дочкой остались ждать на одном берегу небесной реки, а Ткачиха была на другом. Они смотрели друг на друга и смотрят так и до сих пор сквозь столетия звезды Валапас Аль-Таир и Вега. И только раз в год они соединяются в седьмой день седьмого лунного месяца. Это истории про влюбленных, про то, что они соединяются, про то, что соединяет нас всех, в общем-то, эту любовь. История известна с древних времен, одна из китайских, японских, корейских сказок. Впервые она была записана в седьмом веке школа трех песен. Пишут о ней. Мой вопрос в третьем. Твой объект похож на таинственные письмена, на связанные, вывязанные буквы, коннотация связанности. Что главное в том, что нас связывает, что главное в самоорганизации индивидуалистов? Не мешает ли это в творчестве? Ведь часто общие правила связывают до горизонта и не оставляют места для юхаку, для пустоты, для тишины, для медитации. Ритм в своей работе зашкаливает, а цвет уравновешивает спокойствие душ, переходящий в цвет индивида. Спасибо, красивая работа. Привет, меня зовут Светлана Демина. Для меня ковер это про многослойность, многогранность. Ковер как знак скорее мне будет, вот, и как несколько слоев этого знака. А вопрос мне к Елене Асеевой, как ты ощущаешь общий генетический аспект, связанный у тебя с твоим родом. И как ты ощущаешь на внешнем и внутреннем уровне. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Елена Асеева, резидент галереи Глубина. Моя работа для проекта Ковер называется Книга Сновидений. На самом деле, это книга, в общем-то, и книга, она двусторонняя. Здесь есть обратная сторона. Здесь есть у нее лицевая сторона. Как вы видите, вот эти страницы можно листать. И на работе здесь несколько разворотов. Книга Сновидений это такая книга, которая рассказывает в стихотворной форме о неком опыте переживания человека в период такого большого, наверное, какого-то потрясения. И здесь мы видим мифических животных, мифических птиц, рыб, которые летят по небу. То есть мне кажется, это какой-никий мистический опыт, похожий на сказочный. Но сказок нет. Я считаю, что все сказки это реальность. Многие животные получились действительно мифическими, потому что они совмещены. Книга крутится, висит в воздухе, ее можно посмотреть со всех сторон. И сделана вся работа на основе стихотворения, моего стихотворения, тоже название этого стихотворения книга «Сновидение». Вопрос был от Светланы Деминой и как я ощущаю генетическую связь со своим родом, наверное, как это отражается в этой работе. Я род свой немного знаю, я этим занималась, своей родословной. Связь с родом ощущаю очень остро всю жизнь. И чем больше я живу, тем больше я чувствую ответственность за то, что я одна представитель своих родов на земле. И я должна сделать что-то такое, чтобы оправдать свое существование перед ними. Это самое главное. Мой вопрос Анастасии Марковской. Анастасия, у тебя на работе есть много крестов. Что они обозначают? Какие образы пришли во время медитации? Были ли это те самые образы, которые в итоге фигурируют на ковре? И есть ли связь между работой, участвующей в ковре, с твоей главной темой насекомых и насекомости? Вот такие вопросы. Ждем вас на выставке ковер в галерее глубина, которая состоится уже скоро, в середине февраля. Вот еще раз работа. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Анастасия Марковская и я представляю свою работу на выставке «Внутренний узор». Перед выставкой мы погрузили скруповую медитацию и каждому явилось какое-то видение. Что касается меня, я увидела большой цифровой поток, может быть, информационный поток в виде голубых крестов, которые не спадают сверху, закручиваются и идут дальше. вообще в эпоху цифровых технологий я очень остро чувствую момент манипуляции, которым мы все подвержены и для меня очень важно иметь силы и стойкость оставаться в моменте фильтровать информацию, которая идет в шквалу на нас. И символ креста я вижу как раз в том, что это для меня точка фиксации в пространстве и времени материального и духовного присоединения мистического и реального в моменте. Что касается связи работы с моей практикой изучения насекомости, я вижу в том, что вообще-то мы живем на планете насекомых. Ими пронизана вся материя. Они существовали намного дольше чем человечество и являются таким отображением именно материи. Сейчас век информации мы видим перекос в другую сторону, но по сути то же самое. Информация пронизывает все вокруг и ее не видно. В ковре, который мы создали вместе, я вижу связь в том, что мы соединили какие-то, попытались соединить материальные и информационные объекты в один узор, узор нашего группового сознания. и здесь мне было очень интересно, как разные абсолютно идеи, предметы и реализация идей будет совместно воплощена. поэтому приглашаю насладиться результатом сотворчества. Спасибо за внимание. Юля, от меня следующий вопрос. Подскажи, пожалуйста, какие практики вокальные ты используешь в своем проекте и вообще чем ты вдохновляешься при подготовке к перформансу? Вопрос для Юлия Баранюк. Привет, я Юля Баранюк и спасибо за вопрос Насте. Даже два вопроса. Первый из них был, что меня вдохновляет на создание перформанса. И здесь я скажу, что у меня нет точного ответа, потому что каждый раз это может быть что-то свое, что-то отдельное, какая-то необычная атмосфера, настроение, ситуация. И второй был вопрос по поводу часто ли я использую голосовые практики в своих работах. И ответ тоже нет, потому что для меня это в большей степени пока что эксперимент. Мой основной всегда инструмент это был танец, тело, движение. И голосу я достаточно недавно стала подбираться и относиться к нему как к части тела. У меня был опыт с деконструкцией текста, с использованием голоса как вспомогательного инструмента, но еще ни разу я не строила от него перформанс целиком. Так что это будет первый раз. И передаю эстафету с вопросом Кате Михайловой. Кать, твоя работа это древо жизни. В ней очень чувствуется какая-то семейственность, преемственность и радость. В связи с этим расскажи пожалуйста об одном из или может быть о самом счастливом и радостном дне в твоей семье. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Михайлова Екатерина. И мой ответ на вопрос касательно семьи и счастливого дня в моей семье наверное будет звучать так, что это был не конкретно один день, а период, целый период пока была жива бабушка и семейные посиделки, семейные застолья, когда все три поколения собирались вместе и это дружественность и домашний очаг. Это наверное было очень счастливое время для меня. После того, как бабушки не стало, мы перестали собираться и уже нету этого как бы это сказать теплого места, в которое всегда хотелось вернуться. Моя работа Древа Жизни создана с помощью метода арт-терапии нейрографики. Нейрографика сходна очень с автоматическим письмом. Здесь идет работа без какой-то композиции конечной. Мы не знаем, что получится. В конце все начинается от запроса и работа идет через выброс каких-то эмоций на бумагу. Потом в процессе медитации идет сглаживание контуров и работа с цветом. По итогу получается Древо, которое символизирует внутренний столб человека, внутренний столб рода, на который нанизываются поколения. Что касается идеи нашить на холст, она тоже была не случайна. Холст символизирует ткань бытия, в которую вплетается неповторимый узор каждого человека. И мой вопрос для Юлии Назар звучит так. Пазан и Феникс во многих религиях очень сакральные птицы. И мне хочется спросить, какой смысл Юля ты вкладывала во время медитации в эти образы? На чем сосредотачивала свое внимание? И что было важнее? Процесс трансформации или начальные и конечные образы? И не было ли это этот переход из фазана в птицу Феникса своего рода инициацией? где ты разгадывала какие-то глубины своего подсознания? Здравствуйте! Меня зовут Юлия Назар. Я конкуратор проекта «Внутренний взор», проводила медитацию для участников проекта и вместе со всеми погрузилась в состояние внутренней тишины. И в один момент мне представился образ фазана. Это совершенно странно и неожиданно, поскольку я и думала о нем до, и вообще было очень непонятно, почему фазан. вообще фазан символизирует удачу, добродетель, изобилие. И я его разглядывала, находясь в медитации, и затем вдруг у меня произошло такое озарение, что это же птица феникс. И потом позднее я почитала об этом и узнала, что фазанов отождествляют птицами феникс. И феникс символизирует бессмертие. И я задумалась о том, что наша планета нуждается в неком исцелении, восстановлении и возможно перерождении. И поскольку я делаю коллажи на глобусах и рисую на глобусах, то я выбрала этот носитель. И вот как раз сейчас работаю над этим объектом. Сейчас покажу его. И он еще пока не совсем готов. И вот я пока в работе. Я еще планирую здесь применить и шерстяные нити, и поталь. И в общем посмотрим, что из этого в конечном итоге выйдет. и вот этот глобус будет потом представлен на выставке. Я хочу задать вопрос Ольге Шершневой. Я помню, Оля, что ты довольно сложно и долго думала над воплощением той идеи, которая тебе пришла в медитации. И даже была почти готова отказаться от участия, а затем тебя посетила очень простая, элегантная и очень красивое решение. Расскажи, пожалуйста, вот об этой своей работе. меня зовут Шершнева Ольга, я художница-перформер, и в основном я работаю с перформансом, но для проекта Ковер я решила попробовать сделать объект. И Юля попросила меня рассказать о своей работе. Работа называется «Лубиница знания». Во время нашей коллективной медитации мне пришел образ лабиринта. Я думала о том, что бы это могло значить, и я подумала, что в принципе образ лабиринта достаточно часто как-то ассоциируется именно с разумом и сознанием. То есть даже вспомнить сериал «Дикий запад», где образ лабиринта помогал андроидам обрести самосознание. То есть они должны пройти некий метафорический лабиринт, где в центре они сталкивались лицом к лицу сами с собой и таким образом они обретали сознание. А тема сознания в принципе самосознание, сознание искусственного интеллекта она меня очень сильно интересует и я заинтересовалась такой книгой которая называется «Я странная петля» автор Дуглас Хавштадтер и в этой книге он говорит о сознании как о некой замкнутой самой на себе петле обратной связи. Поэтому я решила представить лабиринт в виде такой вот некой замкнутой самой на себе петли. И здесь присутствует собственно как сам лабиринт так и вот эта вот замкнутая сама на себя цепь и вот также электрическая цепь которая может ассоциироваться также с электрическими сигналами нашего мозга. Но здесь еще присутствует некий такой из своего рода подтекст который говорит о том что на самом деле по большей части мы свою жизнь проживаем в таком бессознательном режиме то есть мы действуем как там на пилоте и поэтому вот эта цепь она у меня здесь разомкнута то есть по хорошему ее конечно надо замкнуть чтобы встретиться лицом в лицу самим собой. Спасибо за внимание. Мой вопрос к участнице нашего проекта Наташи Подуновой которая в самом начале была с нами и в медитации и ее идея вошла в узор а затем вышла из проекта и это было довольно сложно для меня как для куратора поскольку это было общее дело и узор был общий да он состоит из наших всех работ и достаточно большую часть занимает на узоре работа Наташи и я хотела бы задать вопрос Наташи почему ты вышла из проекта расскажи пожалуйста а также хочу поблагодарить тебя потому что видимо общее дело оно есть общее дело и оно на пользу потому что мне пришлось придумать как закрыть твою часть узора и из-за этого создалась вторая новая замечательная работа которую я сделала это линия розы то есть твоя идея вдохновила меня на новую работу Юль задала мне несколько вопросов и несмотря на то что я вышла из проекта я все-таки на них отвечу использовала ли я в своей практике творческой медитацию на самом деле это было только раз в структуре объединения помех эту медитацию проводила Лиза и мне для меня это был необычный опыт очень интересный потому что мне удалось соединиться с местом где были другие наши участники то есть это было и физически и виртуально мы работали с одним местом и сделали из этого хорошие проекты и классную выставку вообще я слышала что очень часто люди искусства используют медитацию в своей практике но мне как-то это не интересно потому что у меня другие методы интересен сам процесс то есть я вот Юлю попросила в чате описать как бы технически как это происходит потому что меня просто раздирает любопытство как это вообще но использовать свои практики мне не хочется потому что уже все сформировано и работает как мне пришел образ Фибоначчи ну во-первых это не мой образ это последовательность математическая Леонардо Пизанского Фибоначчи этого прозвище который явил миру вот эту вот структуру которая присутствует везде абсолютно да то есть в форме аммонитов в домиках улиток в бивнях и в рогах многих животных я вижу что эта структура присутствует в течение времени скорости эволюции то есть как это она закручивается да и сжимается ближе к центру ну вот то есть это образ не мой но он присутствует со мной всегда и везде потому что я работаю с эволюцией и не могу об этом не думать вообще идея была ну то есть как возник этот объект для ковра он то есть он возник не для ковра он возник после нашей удачной выставки я так очень радовалась что было классно что 12 художников из разных городов виртуально и физически находясь в каком-то месте не привязываясь к истории что было для меня совершенно необычно но в итоге оказалось позитивным создали один проект и как бы вот он он сработал для меня и визуально и на каком-то внутреннем по внутренним таким ощущениям хотелось закрепить этот успех небольшой маленький такой мне хотелось сделать документацию наших взаимодействий там зумы встречи чаты фотографии прогулок и так далее распечатать это все на большом длинном полотне полоска такая большая и засунуть это в какое-то семя растения напечатать его на 3d-принтере с посылом что наверное должно прорасти вылиться в что-то более серьезное но для меня пока это семя не проросло и находится в таком стратифицированном состоянии и поэтому использовать его для ковра мне как-то не захотелось наверное это было бы нечестно и неправильно вот поэтому собственно я из проекта и вышла я не возражаю если ты сделаешь на его на его ее основе свою работу потому что как я уже говорила это образ не мой и он не мне не принадлежит не тебе и он принадлежит всем нам и всей нашей вселенной его можно использовать где угодно как угодно и везде это будет совершенно уместно я присоединилась к проекту чуть позже и слушала медитацию уже в записи но это все равно был очень интересный для меня опыт я знаю что во время медитации каждому приходят свои особенные образы исходя из их опыта несмотря на то что текст в медитации все слышат один и тот же мне пришел в голову мотив с вихрями сухой травы трава лежит на земле словно покрывало я и раньше рисовала какие-то подобные мотивы с сухой травой но это был другой посыл и другие эмоции сам процесс рисования сухой травы уже подобен медитации технология довольно проста соус эластик можно оставить контроль почти полностью и просто штриховать поддаваясь внутреннему импульсу и интуиции мне нравится как трава переплетается друг с другом образуя причудливый узор так же как и переплетаются фрагменты наших идей в общем узоре итогового ковра ума не и все все